Димаш Куйдеберген по праву может считаться одним из самых известных мусульман на всем пространстве стран СНГ. Ты верующий? Да. Но я не читаю намаз, но иногда хожу в мечеть, читаю Хуран. Ты умеешь молиться? Не прям так профессионально, но читаю Хуран. Ты знаешь Суры? Да. По словам самого Димаша, он является верующим человеком и родился в семье, где также все являются верующими мусульманами. И не так давно даже Димаш вошел в список самых влиятельных мусульман мира The Muslim 500. Дин Мухаммед Канатулы Куйдеберген является известным на весь мир певцом, автором песен и музыки, а также мультиинструменталистом. Его вокальный диапазон имеет широчайший охват от баса до сопрано. Димаш известен не только своей творческой карьерой, но и огромным и бескорыстным сердцем. Он постоянно ведет благотворительную деятельность и помогает людям. У меня бабушка уже на протяжении почти 20 лет читает намаз, пятикратный намаз, не пропускает вообще. Несмотря на то, что у нее ноги болят, она всегда читает намаз, как надо это делать правильно. Издание The Muslim 500 ежегодно определяет имена 500 самых влиятельных мусульман мира, которые имеют культурную, финансовую, политическую и идеологическую власть, достаточную, чтобы оказать влияние на мусульманский мир. Димаш включен в раздел «Искусство и культура». В данном разделе указаны имена деятелей, которые оказывают существенное влияние на формирование массовой культуры. Отбор претендентов производится на основе социальных показателей общественного мнения и мнений экспертов. «Искусство и культура» Если вы знакомы с творчеством Димаша, то вы наверняка замечали то, что сквозь его музыку просматривается любовь к восточным мотивам. Прекрасные мелизмы порой поражают до глубины души. Слушатели Димаша очень ярко высказываются о пении своего кумира. Оно напоминает пение ангела. Димаш своим голосом может лечить души. В этом удостоверилось миллионы людей по всему миру. У Димаша огромный фан-клуб на нашей планете. Я думаю, что нет таких стран, в которых бы не было людей, объединенных одной целью, а именно творчеством прекрасного артиста. Музыка Музыка Как вы думаете, друзья? Заслужил ли Димаш такой чести? Быть в списке самых влиятельных мусульман в мире? Хочется узнать ваше мнение в целом. Не мне судить, но я могу лишь судить о поступках человека, о том, как он себя ведет и что он говорит. И я могу сказать, что Димаш достоин всего самого лучшего. То, как он скромно себя ведет, даже имея статус суперзвезды, это одно уже говорит нам о многом. В первую очередь, это говорит нам о воспитании, которое получил этот человек. Хочется выжать здесь слова благодарности родителям Димаша, и его бабушке, и дедушке, за то, что они воспитали такого прекрасного человека, из которого вырос такой замечательный артист. Посмотри мне в глаза, ты прости мне, я сожалею, я люблю тебя, жизнь моя, без тепла, я тобой поменю. Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, я хочу вам продемонстрировать фрагмент из интервью Димаша, когда он произнес речь, от которой мурашки. Только по одному этому фрагменту можно понять, что этот человек, и что он пытается донести до нас. Он всегда выступает за мир во всем мире. Он является настоящей гордостью для всех казахов. Я бы даже сказал, для всего человечества. Вы поймете, о чем я говорю, когда услышите эту душевную речь. Давайте вместе ее послушаем. Если мы оглянемся назад на период, когда исследования ученых впервые задокументировали историю человечества, мы обнаружим, что за последние тысячелетия люди мирно жили на Земле в общей сложности менее 300 лет. Этот прискорбный факт показывает, что человеческий разум существенно не изменился с древних времен. По сей день многие страны страдают от последствий войн, приводящих к упадку их экономики и духовности. Многие невинные люди страдают от этой тьмы. Все это доказывает, что когда мир исчезнет, последует катастрофа. Друзья, спасибо каждому из вас, кто смотрит это видео. Если оно вам понравилось, то пожалуйста поставьте этому видео лайк и напишите парочку комментариев внизу. И конечно же, не забудьте подписаться на канал ДиПодкаст, чтобы больше никогда не пропускать новых видео на нашем канале. Мы также есть на Дзене, ВКонтакте, на Рутубе и в Инстаграме. Там наши видео выходят быстрее, чем на Ютубе. Все ссылки будут в описании под этим роликом. Добра и мира вашему дому. Предотвращение пожара, войны и борьба за мир являются наиболее важными целями 21 века. Почему мы не можем научиться жить мирно в течение тысячи лет? Почему мы не можем объединиться ради общих интересов всего человечества? Как мы можем остановить разжигание войны, которая приводит к гибели тысяч людей ради реализации собственных жестоких амбиций по разделению наций посредством бешеных действий агитаторов? Дело в том, что спасение человеческой жизни путем причинения смерти другому человеку – это вовсе не спасение, это всего лишь предлог. Субтитры создавал DimaTorzok